Символ братства азербайджанского и турецкого народов. В Баку отметили 100-летие освобождения Баку от армяно-большевистских вооруженных формирований. Результаты оккупационной политики. Каждый четвертый гражданин Армении живет в условиях бедности. Всемирные игры кочевников в Кыргызстане. Азербайджанская команда завоевала 15 медалей. Историческая дата. В Баку отметили 100-летие освобождения столицы Азербайджана от большевиков и дашнакских вооружений. 15 сентября день освобождения Баку. В битве за город участвовала Кавказская исламская армия под командованием турецкого генерала Нуру Паши и вооруженные формирования Азербайджанской демократической республики. Кавказская исламская армия сыграла ключевую роль в восстановлении территориальной целостности страны. Этот этап стал важнейшим на пути становления азербайджанской государственности и обретения независимости. В Баку в центре столицы состоялся военный парад, на котором присутствовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Раджеп Таиб Эрдоган. В параде приняли участие военнослужащие двух стран. В небе над Баку появились военные самолеты авиационной группы Турк-Елдезлары, турецкие звезды военно-воздушных сил Турции. Пилоты продемонстрировали фигуры высшего пилотажа. В различных городах Азербайджана установлены мемориалы турецким солдатам. Дата 15 сентября стала ярким символом братства азербайджанского и турецкого народов. Ровно сто лет назад, 15 сентября 1918 года, Кавказская исламская армия освободила город от большевиков и армянских дашнаков. Это историческое событие сыграло знаковую роль в развитии азербайджанской государственности. Во многом успехи АДР связаны именно с перенесением столицы в Баку. Ведь еще во время вхождения в состав царской России город являлся важнейшим центром экономического и социального развития на территории Азербайджана. К сожалению, после захвата Азербайджана царской России, азербайджанцы были лишены воинской повинности. Азербайджанцы не могли служить в армии. После революции 1917 года стало понятно, что у грузин и армян есть достаточно солдат и офицеров, тогда как в Азербайджане опытных кадров было недостаточно. Поэтому было сложно защитить провозглашенную республику и освободить захваченные территории. Возникла острая необходимость в армии, и такой армией стала Кавказская Исламская Армия. После объявления о независимости Азербайджана 28 мая 1918 года возник вопрос о столице Демократической Республики. Часть территорий страны, в том числе Баку и прилегающие районы, находились под армяно-большевистской оккупацией. Поэтому правительство страны временно находилось в Гянджи и располагало 600 бойцами. В этой тяжёлой ситуации руку помощи молодому государству протянула Турция. Подписывается соглашение, согласно которому Азербайджану была оказана военная помощь. Объединённые Азербайджано-Турецкие силы приступили к военным операциям под названием Кавказской Исламской Армии. По итогам этих операций, хотя и были понесены тяжёлые потери, удалось освободить захваченные территории Азербайджана. Армия под руководством 29-летнего Нурупаши из Гянджи направилась в Баку. У гора Марьяма произошла решающая битва. С одной стороны, силы Бакинского совета, возглавляемые Шаумяном. С другой стороны, Кавказская Исламская Армия, в которой турки воевали наравне с азербайджанцами. После тяжёлых боёв при гора Марьяме в Гёйчае и Кюрдамире линия фронта приблизилась к столице. 15 сентября 1918 года, разгромив противников, Кавказская Исламская Армия одержала победу и вошла в Баку. На следующий после освобождения Баку день в столице проходит военный парад. Тысячи людей вышли на улицы приветствовать своих героев. Известный миллионер и меценат Гаджизин Алабдин Тагеев устроил торжественный обед в честь турецкой армии. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе намерена укрепить и расширить сферы сотрудничества с Азербайджаном. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гриммингер в ходе визита в Баку, где провёл встречи с официальными лицами страны. Со структурой ОБСЕ Азербайджан сотрудничает больше 25 лет, на протяжении которых Минская группа ОБСЕ занимается урегулированием главной проблемы страны – Нагорно-Карабахским конфликтом. Доверие к посредникам снижается, так как по сей день не было предпринято каких-либо мер против государства-агрессора Армении. «Азербайджан активно участвует во многих проектах ОБСЕ. Мы намерены укрепить и расширить сферы сотрудничества с Азербайджаном». Эти вопросы также были обсуждены на встречах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД страны Эльмаром Амедьяровым, заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер. Он отметил, что ОБСЕ и Азербайджан тесно сотрудничают в таких сферах, как обеспечение экологической безопасности Каспии, экономика, а также борьба с терроризмом. Отвечая на вопросы журналистов, Гремингер также коснулся вопроса урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. «Я сторонник посредничества. Резолюция по данному конфликту предложена сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ. Анжей Капшика. Я поддерживаю посредников совместно с секретариатом и центром ОБСЕ по предотвращению конфликтов, однако непосредственно урегулированием занимается Минская группа». ОБСЕ содействует урегулированию конфликта в формате Минской группы, которая продолжает деятельность, направленную на решение армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Однако ее попытки до сих пор остаются тщетными. «Посредники могут только выполнять свою посредническую роль, нужна политическая воля сторон для продвижения процесса, для решения конфликта. Я верю в миссию сопредседателями Минской группы. Они предпринимают меры, направленные на урегулирование конфликта, но все же необходимо стремление сторон к решению». Генсек ОБСЕ отметил, что очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта состоится на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября. Отметил, что это первый визит Томаса Гремингера в Азербайджан с момента его назначения генсеком организации в июле 2017 года. Визит на этой неделе министра обороны Израиля в Азербайджан можно считать историческим и жизненно важным, так как это первый визит Авикдора Либермана в Азербайджан в качестве министра обороны Израиля. На современном этапе дружеские и доверительные узы сотрудничества и партнерства двух стран представляют подлинную и настоящую модель для многих государств мира. В самые трудные моменты Азербайджан и Израиль всегда рядом друг с другом. Одна из важных причин крепкого партнерства – человеческий фактор. Долгая и тесная братская дружба между азербайджанцами и 25-тысячной еврейской общиной, проживающей на территории Азербайджана более 2,5 тысяч лет. Уровень политического диалога и доверие между лидерами стран на самом высоком уровне. Однако не всех радует крепкое стратегическое партнерство двух государств, заявил итогом недели израильский эксперт в области международных отношений Арье Гуд. Абигдор Либерман является одним из очень влиятельных политических тяжеловесов израильской политики. Его очень уважают среди друзей и противников. Все прекрасно понимают, что Либерман – это бескомпромиссный, но очень прагматичный политик. Долгие годы он был министром иностранных дел государства Израиля. И именно при Либермане, необходимо это отметить, именно внешнеполитическая концепция Либермана превратила Азербайджан в очень важного геополитического партнера Израиля на Южном Кавказе. Я думаю, его стратегия оправдывает сегодня себя. Необходимо отметить, что наряду с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, именно нынешний министр обороны Израиля Абигдор Либерман является одним из архитекторов Азербайджана-Израильского стратегического партнерства. Первый официальный визит Абигдора Либермана в Азербайджан в качестве министра обороны государства Израиля и его добродушная, искренняя встреча с политическим руководством Азербайджана, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гацанова. Это важный исторический шаг и новый этап в развитии отношений, развитии и укреплении отношений между Азербайджаном и Израилем в политической области и в плоскости военно-стратегического сотрудничества. Необходимо понимать, что у Азербайджана-Израильского стратегического партнерства конечно есть завистники, есть страны, которые раздражают военно-стратегическое, политическое, экономическое партнерство между Азербайджаном и Израилем. Одной из таких стран, которые раздражают и которые завидуют Азербайджану-израильскому стратегическому партнерству является Республика Армения, которая оккупировала 20% территории Азербайджана и в результате агрессии 1 миллион беженцев сегодня находятся на территории Азербайджана. В этой ситуации хочу напомнить, что последние события апреля 2016 года и военно-стратегическое партнерство между Азербайджаном и Израилем полностью изменило стратегический и военный баланс сил в регионе, в результате которого и последние события апреля 2016 года азербайджанская армия уничтожила передовые колонны армянской оккупационной армии на территории оккупированного Нагорного Карабаха и семи прилежащих районов Азербайджана. Поэтому с этой точки зрения совершенно понятна антиизраильская истерия, антисемитская истерия, которая сегодня есть в Армении и понятно, что Армения постоянно критикует Азербайджана-израильское стратегическое партнерство. Но необходимо напомнить, что именно Азербайджан и Израиль выбрали себя друг другу партнерами. Именно они определяют уровень своего стратегического партнерства. И ни одна страна в мире не имеет права вмешиваться в дела этих стран. И ни одна страна в мире не сможет разрушить крепкое военно-стратегическое, политическое, экономическое и человеческое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем. Касаясь отношений Азербайджана и Израиля, отмечу, что позиция Израиля по урегулированию армяно-азербайджанского на горно-карабахского конфликта остается неизменной. Правительство этой страны поддерживает территориальную целостность Азербайджана, а также шаги, направленные на мирное решение проблемы, тем самым вызывая еще большую неприязнь армянской стороны к еврейскому народу. Между тем, на фоне не самых лучших событий в Армении президент России отправится в Ереван. Точная дата пока неизвестна. Визит, по словам пресс-секретаря главы Российской Федерации, запланирован на конец сентября. Ситуация в Армении выходит из-под контроля, и потому пора навести там порядки. По всей видимости, это стало причиной предстоящего визита Владимира Путина в Ереван. С избрания Никола Пашиняна новым премьер-министром Армении прошло всего несколько месяцев, а он уже успел натворить немало неугодных для своего союзника дел. По словам российского эксперта по международным конфликтам Евгения Михайлова, Москва уже сейчас напряжена тем, что происходит внутри Армении. Прежде всего Россия намерена удержать Ереван в своих национальных интересах, на своей орбите, так сказать. Именно поэтому Владимир Владимирович Путин, как великий политик, признанный великий политик в мировом сообществе, не делает никаких резких заявлений, а просто работает и собирается приехать в ту республику, где очень сильно усилились, на мой взгляд, русофобские настроения. Политическая ситуация в Армении абсолютно стабильна и заявляет между тем в парламенте премьер-министр Пашинян, отвечая на вопрос о том, что его заявления на митингах и разделения на белое и черное дестабилизирует ситуацию в стране. Кроме того, по его словам, криминогенная ситуация в Армении также находится под полным контролем правительства и правоохранительных органов. По мнению российского политолога Дарьи Гривцовой, на запланированной на конец сентября встречи Путина и Пашиняна будет обсуждаться восстановление политического диалога России и Армении, который заметно охладел с приходом к власти Никола Пашиняна. Она также отметила, что Москве, на примере прозападного армянского премьера, следует поучиться тому, как заставить Пашиняна вернуться в колею пророссийской политики, а поможет в этом геополитическое положение Еревана. Есть уровень объективного геополитического положения Армении, который диктует ей необходимость иметь внешнего патрона, который защитит ее интересы, поскольку она сама не в состоянии защитить свои интересы. Слишком маленькая и в слишком большом конфликте находится с другими. А также должны обсуждаться с одной стороны российская военная помощь Армении, которая сейчас заморожена. А во-вторых, какие гарантии даст Никола Пашинян по поводу того, что его утверждение у власти не приведет к геополитическому развороту Армении от России к США. Главы России и Армении провели переговоры в Москве 8 сентября. Предстоящая встреча Путина и Пашиняна станет уже пятой с момента избрания Никола Пашиняна на пост премьер-министра 8 мая 2018 года. Одной из главных тем сторон станет и заключение соглашения о новом военном кредите между Москвой и Ереваном. В настоящее время речь идет о 100 миллионах долларов. Об этом заявлял накануне руководитель военного ведомства армянского государства Давид Танаян. Этот вопрос обсуждал со сторонами и ранее, подчеркивает российский эксперт Евгений Михайлов, напоминая, что ранее при Серже Сарксяне, предыдущем главе Армении. Речь шла о кредите в 200 миллионов. Падение кредитного доверия тоже нельзя оставить незамеченным в два раза. Соответственно, я не думаю, что Армения просила меньше 200. Пока договорились на 100, и то их еще не выдали. Будут смотреть на поведение Армении. Говорится одно, делается другое. Мы вспоминаем недавний скандал с прослушиванием записи выложенных, где обсуждались аресты политиков, которые были лояльны России. Такого рода события, отмечает российский эксперт, говорят о том, что Пашинян не полностью контролирует ситуацию в республике. Слова же армянского премьера в Москве на встрече с Путиным о дружбе и союзничестве вызывают большие сомнения. Нельзя забывать отношения Никола Пашиняна к Москве до его избрания главой правительства. Он был ярым противником армяно-российского сотрудничества. Сейчас задача российского президента – наставить Пашиняна на путь истинный, чтобы он вспомнил, кому обязана Армения наличием своей независимости. Михребан Касумова, Сибиси. Пока власти Армении продолжают свою оккупационную политику, уровень безработицы в этой стране с каждым днем растет. О том, что значительный процент населения этой республики живет в бедности, говорят и различные международные организации, проводящие исследования в области развития экономики стран. Официальному Еревану следовало бы задуматься об этом и начать процесс налаживания отношений с соседями по региону. Иначе, уверены эксперты, Армения так и останется экономически отсталым государством. Согласно данным Национальной статистической службы Армении, республика занимает третье место среди стран СНГ по уровню бедности, который превысил 25%. Некоторые же организации утверждают, что уровень бедности населения превышает 37%. Выражаясь точнее, каждый четвертый гражданин Армении живет в бедности. Согласно отчету, составленному Международной организацией труда, уровень безработицы в Армении составляет около 20%. Однако эксперты уверены, что правительство республики скрывает реальную статистику. Большинство покидающих страну – молодые люди. Те, кто отказался жить в Армении в связи со сложной экономической ситуацией в стране, отправляются в основном в Россию и в некоторые европейские государства. Продолжительная политика агрессии со стороны Армении, проводимая против Азербайджана на протяжении 30 лет, изолировала эту страну от региональных проектов, имеющих международное значение. Кроме того, крупные компании опасаются инвестировать в Армению из-за Нагорно-Карабахского конфликта. «Если бы Армения участвовала в региональных проектах, она могла бы получать прибыль в том числе и от транзита продукции через территорию страны. Но региональные проекты обещают не только доходы на основе договорённостей. Они важны с точки зрения привлечения в страну иностранных инвестиций». Официальное заявление азербайджанской страны заключалось в следующем. «Участие Армении в региональных проектах может быть рассмотрено только в случае освобождения этой страной оккупированных азербайджанских земель и решения Нагорно-Карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана». Во Всемирном докладе о счастье 2018 подготовленном подразделением ООН по поиску решений стабильного развития Армения занимает 129 место. Для оценки степени национального счастья проводится исследование среди 156 стран на основе показателей уровня жизни, социальной поддержки и уровня коррупции. Экономические эксперты связывают отсутствие роста в экономике Армении с ограниченными ресурсами страны. По их словам, в реализации транснациональных проектов Армения могла бы получить такую же прибыль, как и Грузия. Для этого с точки зрения географического положения Армения имела высокие показатели. «Армения своей агрессивной внешней политикой фактически осталась в стороне от ведущих транснациональных проектов». С этой точки зрения я считаю, что перспективы армянской экономики, несмотря на то, что уже в 2016 году правительством Армении был провозглашен курс на структурные и качественные изменения в армянской экономике, несмотря на все это, перспективы развития армянской экономики в современном формате, в том формате, в котором она сейчас развивается, достаточно, мягко говоря, неблагополучной. Сегодня Азербайджан является страной, которая определяет общее экономическое развитие региона, своей стабильной политической позицией и экономическим потенциалом. Находясь на стыке транзитных и международных линий связи, Азербайджан превратился в страну, реализующую транснациональные проекты, где проходят крупные логистические линии. Новые нефтегазовые проекты также сделали республику предметом большого интереса для установления тесных экономических связей со стороны многих европейских стран, включая соседнюю Россию, Иран и Турцию. Во всём мире Азербайджан рассматривается как надёжный партнёр. Правительство же Армении продолжает превращать свой народ в жертву оккупационной политики. «Если обратить внимание на структуру экономики Армении, мы увидим, что 30% от неё составляют полезные ископаемые. К ним относятся и доходы от незаконной добычи золота, месторождение которого находится на оккупированных территориях Азербайджана. Также большую часть экономики Армении составляет сельское хозяйство, которое не обещает никаких перспектив экономики этой страны». По данным журнала Forbes, в звании «Худшая экономика мира Армения занимает второе место». Из-за оккупации азербайджанских земель Армения не может установить торговые отношения с Турцией и Азербайджаном и остаётся в стороне от многих важных проектов. Неразрешённый конфликт создаёт серьёзные проблемы с логистикой и транспортом в Армении. Другая проблема – большой отток финансового капитала из страны. По мнению экспертов, продолжая оккупационную политику, Армения так и останется самым экономически отсталым государством в регионе. А тем временем в одном из главных аналитических центров Вашингтона, Атлантическом совете, состоялись обсуждения, посвящённые значимости Южного газового коридора с точки зрения обеспечения энергобезопасности и газоснабжения Европы. Ведущие эксперты и специалисты в нефтегазовой сфере говорили о перспективах, которые появятся после полной реализации данного проекта. Транспортировка азербайджанского газа посредством трансанталийского и трансадретического газопроводов находится в центре внимания США. По мнению экспертов, достигнутое в августе текущего года соглашение по определению правового статуса Каспия положительно отразится на реализации энергопроектов. В обсуждениях принял участие заместитель вице-президента госнефтекомпании Азербайджана Сокар по инвестициям и маркетингу Виталий Беглербеков. Он рассказал о значимости проекта Южный газовый коридор. «Мы играем и будем играть одну из главных ролей в регионе Каспия. Мы поставляем ресурсы газа нашим соседям, за исключением Армении, по понятным причинам. Мы поставляем газ в Грузию и Турцию. Запасы природного газа Азербайджана составляют свыше двух с половиной триллиона кубометров. Из них более одного триллиона приходится на долю месторождения Шах-Денис. Для сравнения могу сказать, что площадь месторождения – идентичная территория Нью-Йоркского Манхэттена». На Азербайджан приходится 85% внешнеторгового оборота Чехии с регионом Южного Кавказа. Об этом говорилось на Азербайджана чешском бизнес-форуме, прошедшем в Баку. В нем приняли участие около 30 компаний из Чехии и порядка 100 компаний из Азербайджана. Подробнее в следующем сюжете. Азербайджан является основным торговым партнером Чехии среди стран Южного Кавказа. Об этом на Азербайджано-Чешском бизнес-форуме сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев. По словам министра, на доле Азербайджана приходится 85% товарооборота Чехии со странами Южного Кавказа. Министр отметил, что между странами существует большой потенциал для сотрудничества в разных сферах экономики. Имеется большой потенциал, в частности, по работам, которые ведутся в области реконструкции, ремонта автомобильных дорог, в области финансов, в области промышленности, торговли, инвестиций. Считаем, что большой потенциал в области машиностроения, продолжение проекта по сборке грузовых автомобилей Татра в Гянджинском автомобильном заводе. Такой меморандум был уже подписан в прошлом году. Мы считаем, что в ближайшие годы можно добиться успеха в этом направлении. Министр промышленности и торговли Чехии Марта Навакова отметила, что азербайджанский рынок является привлекательным для чешских компаний. Чехия заинтересована в увеличении импорта нефти из Азербайджана, а также создании совместных предприятий. Наибольший интерес для чешских предпринимателей представляют сферы фармацевтики и нефтехимической промышленности. Азербайджан является нашим традиционным партнёром. Между нами нет никаких проблем ни по политическим, ни по экономическим вопросам. Мы готовы делиться с азербайджанскими партнёрами опытом и предложить технологии в сфере переработки бытовых отходов, строительстве, транспорте, энергетики и фармацевтики. Есть возможность создать совместные предприятия в нефтехимической области. В Азербайджан и Чешском бизнес-форуме приняли участие около 30 компаний из Чехии и около 100 компаний из Азербайджана. Напомним, что в Азербайджане действует 25 чешских компаний. Чехия инвестировала в страну 30 миллионов долларов. Инвестиции Азербайджана в Чехию превышают эту сумму. Орхам Мамедов, Фарида Ашалова, Алис Урхайоглу, Сибиси. Всемирные игры кочевников, или как их ещё называют Азиатская Олимпиада, стали одним из главных событий сентября. В течение недели на побережье знаменитого озера Иссык-Куль в Кыргызской республике проходили соревнования по 37 видам этноспорта. На игры кочевников прибыли около 2000 участников из 74 стран, в том числе и из Азербайджана. Наша делегация состояла из 39 человек. Как подвела итоги соревнования азербайджанская сборная, мы поговорим с гостем нашей студии, главой делегации Азербайджана Айдыном Мамедовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Игры завершились 8 сентября. Для Азербайджана, можно сказать, они были напряжёнными. Были серебро, бронза, но золото нам досталось с трудом. Почему? Впервые мы участвовали в 2014 году, но у нас было мало количества. Но, несмотря на то, что после этого расширилось немножко пространство в этих видах спорта, в 2016 году наши спортсмены участвовали, делегации нашего азербайджанского делегации участвовали где-то 52 человека. Ну, мы тогда завоевали 4 золота, 4 серебро и 7 бронза. Ну, тогда мы заняли 6 место. Почему? Потому что тогда было количество спортивных состязаний 23. И участников было очень меньше. Ну, я вам скажу, что это где-то около 40 участников было. А 2018 год это был рекордный результат. Почему? Потому что участников Всемирных игр было 74 стран. 74 стран, около 2000 спортсменов. Помимо этого, страны, которые являлись как Россия, Казахстан, они участвовали с областями. Отдельно областями. Например, Россия, Башкортостан, Татарстан, они отдельно участвовали. Ну, все эти результаты считались как Россия. Вот, поэтому, несмотря на то, что в 2016 году мы завоевали 15 медаль, и в 2018 году тоже завоевали 15 медаль. Но разница в том, что в 2016 были 6 место, а в 2018-19 место. Это, естественно, по количеству спортивных видов увеличилось 37 видов спорта в 2018 году. В этом году было разное, и страны были очень много. Ну, наши очень сильно состязались, очень трудно завоевали эти медали. Почему? Потому что в этих соревнованиях участвовали большинство чемпионов мира, чемпионов Европы, чемпионов Азии, чемпионов Азиатской игры. Вот недавно в Джакарте проходили Азиатские игры. Вот эти азиатские страны все возвращались с чемпионата готовыми. Ну, мы тоже готовились, наши спортсмены тоже были готовыми. Но дело в том, что у нас не было возможности вести те спортсмены, которые первые лица. Они в старшем возрасте сборной команды, почему вот самбо, они готовы все европейские игры, они будут участвовать там. Поэтому нам пришлось взять молодые, чтобы у них была перспектива. Они были заняты, но несмотря на то, что тоже завоевали по сомбо медали. У нас самый большой медаль был по арм-рестлингу. Шесть медалей. Из них два серебра, четыре бронзовые медали. У нас первый медаль принес нашему команду Эль-Маттен Рамазанов по кемер-гюляши, борьба на поясах. Это, в принципе, как таджикский вид спорта. И там Алыши, у нас была девушка Гюза Зутова. Тоже серебро. Второй, да, серебро получились. Итого у нас 15 медалей, вот завоеван по видам спорта. Но нашим главным ожиданием было золото. Наше главное ожидание, естественно, было золото. Мы ожидали больше от арм-рестлинга. Но не получилось. Потом у нас Милли Гюляш. Как вы знаете, что каждая страна представляет свой вид спорта. Помимо этого, Азербайджан уже с 16-го года Милли Гюляш, как национальная борьба, представляется в этих огромных, очень прекрасных, праздничных спортивных состязаниях. Ну и согласитесь, проиграть в Милли Гюляш было бы немного стыдно. Да, вот у нас первое золото по Милли Гюляш. Я благодарю нашему спортсмену Джалалу, потому что он... Джалал Сулейманов. Джалал Сулейманов, да, действительно. Он старался, очень старался. Он даже был обижен, значит, со стороны. Ну, естественно, главные судейские коллеги были мы, но судей, большинство судей со стороны Казах, Киргизии, Ну, тоже спортсмены готовы были, иранские, особенно иранские спортсмены, потому что у нас борьба очень похожа. Да. Да. И Пахлевани, и Милли Гюляш, они очень похожи. Поэтому нам было сражаться с иранским спортсменом было очень тяжело. Ну, несмотря на то, что первую медаль по Милли Гюляш мы завоевали. Золотой, имею в виду, золотой медаль. Да. И следующие игры у нас уже в 2020 году пройдут в Турции. Как будете готовиться к ним? Что предпримете? Да, было принято решение, чтобы следующие четвертые всемирные игры качельника будут проводиться в Турции. Ну, естественно, азербайджанская команда, мы уже усиленно будем готовиться почти что с завтрашнего дня. Да, уже почти начались. У нас было обсуждение Ассоциации национальных видов спорта. Мы будем комплектовать уже почти, в принципе, мы знаем, какие виды особенно можно завоевать. Но жаль, что мы в этом году не участвовали по конным состязаниям. У нас позапрошлым году было спортсмены, которые борьба на конях, там скачка, потом национальная стрельба, с лука были. А в этом году у нас не получилось их вести. Почему? Потому что некоторые спортсмены были задействованы на сборах, готовились на чемпионаты Европы, мира, международный турнир. Ну, а следующий год, я думаю, в Турции у нас будет полный комплект. Когда мы будем представлять наших карабахских скакунов? Карабахские скакуны, вы знаете, что у нас только с ними очень удобно было играть в Човган. Но нас еще не включили в этот игру кочевников в Човган. Мы думаем, что на следующий раз мы включим Човган и будет одним из спортивных видов состязания всемирных игр кочевников. А Зорхану будем включать? Зорхана было. Дело в том, что Зорхана у нас было и в 2014 году, и в 2016 году было показательное выступление. Мы показывали в виде спорта, в связи с тем, что сейчас у нас приговор идет с иранскими сторонами, международной федерацией Зорхана. Ну, дело в том, что Зорхана, пока мы приготовили все правила, все видеозаписи и разослали по всем странам, чтобы они учились, изучали, видели. Потому что там Зорхана не только показывает свою силу, там еще элементы, которые надо делать, ее готовят. Ну да, они должны отсутствовать. Да, они большие элементы. Вот поэтому Зорхану решили пока не включить. Мы просто два раза показывали как показательное выступление. Это очень зрелищные люди. В принципе, когда шла борьба, казах-курещ, и рядом мы должны были сделать показательное выступление. В принципе, все зрители повернулись и смотрели этот зрелищный спортивный номер. Спасибо большое за участие в нашей программе. И вам спасибо, Амир Иван Ханум. Я хочу выразить свою большую благодарность каналу CBC. Почему? Потому что вы были вместе с нами. Вы переживали за наших спортсменов. И каждый раз мы, где бы ни были, искали Wi-Fi, чтобы посмотреть CBC, что передает про наших спортсменов. Я большой от имени всей делегации, от имени всей спортсмены. Благодарю вас, вашему каналу, руководству канала. И желаю самого наилучшего и удачи. Спасибо большое. Взаимно. Напомню о результатах азербайджанской команды в третьих всемирных играх кочевников в Кыргызстане. Мы говорили с главой делегации Азербайджана Айдыном Мамедовым. Это были самые значимые события завершившейся недели. Мы увидимся вновь в воскресенье в 21.00 на телеканале CBC. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин